Приветствую вас. Мне кажется, что то, как вы задаете свой вопрос, далеко не уехать. В том смысле, что вы пытаетесь как-то вот на нас, как мне кажется, ответственность вам свою жизнь вот переложить, но на мой взгляд это не совсем корректно, потому что жизнь ваша и вы управляете, а мы можем вам только помочь, как бы вне разобраться, вот, в вашей жизни я имею ввиду. Поэтому я бы сказал, что любые отношения, в том числе вот с вашей женой, в принципе, можно гармонизировать, если у вас вот такая потребность, например, ну была бы, если она у вас есть, либо была бы, либо она у нас есть, либо есть World. Но я пока этого не вижу. То есть вы как будто бы по факту уже смирились с тем, что со своей женой вырастают. Вот. Но в самом деле ключевой момент в том, как с одной стороны вы выстраиваете отношения с своей женой. Вот. то есть как конкретно вы эти отношения выстраиваете. Это первое. И второй момент, на мой взгляд, это то, что вам, например, почему-то тяжело, как вы говорите, любить одному. То есть, нет, вы, безусловно, не должны, что называется, любить одному. Да, особенно если вы этого не хотите. Но только если вам тяжело, то, наверное, это больше про то, что вы вот как-то не совсем являетесь собой в отношениях. Вот. И, возможно, как-то вот через чур близко подпускаете к себе, например, человека. Да? Ну, как-то вот через чур, как-то вот слишком близко подпускаете к себе. Вот. На наличие у вас вероятных проблем с личными границами косвенно указывает то, что вы вот набрали, как вы говорите, кредит. Да, то есть, вот, кредит это, к сожалению, как раз про то, что есть некоторые трудности с личными границами, опять же. Вот. И, конечно, вашей жене может быть тяжело. Я думаю, что деньги совершенно необязательные условия для того, чтобы как-то набрать вашу жизнь. Это больше и скорее зависит от вашей сантазии, во-первых, и от желания, собственно, что-то для своей жене делать. Во-вторых, соответственно, это зависит от того, какого рода ваши отношения фактически. Вот. Как они выстраиваются. Вот. И если, судя по всему, отношения у вас все-таки не слишком близкие. Вот. Потому что, ну, в какой-то степени отчасти на это указывает то, что ваша жена, ну, не принимается честно в том, что вы делаете. То есть вы себя чувствуете как будто бы одиноки. Вот. И, может быть, это действительно связано с тем, что вы чересчур много на себя вызвалили. Может быть, это действительно связано с тем, что вы чересчур много требуете от себя. Ведь то, что у вас с ипотекой и два кредита, это, в общем-то, в связи того, что вы пытаетесь объять необъятное. Вот. Это, возможно, далеко не всегда. Вот. Далеко не всегда можно объять необъятное. И если вы пытаетесь это сделать, а судя по тому, что вы описываете именно это, вы сделать это и пытаетесь. Вот. Я не уверен, что по итогу у вас ничего не получается. Поэтому, мне кажется, что здесь важно принимать какие-то ваши собственные ограничения. Важно чувствовать ваши собственные ограничения. Вот. Видеть их, замечать их, вот. И говорить об этом. Вполне вероятно, что со своей женой вы, ну, знаете как, лято очень далеки друг от друга. То есть, ну, что это значит, что вы далеки друг от друга. Это значит, что, может быть, не слишком-то вы доверяете, например, ей. Вот. А не слишком вы близки именно эмоционально с ней. А ведь это, кстати, очень важный момент. Вот. Потому что, если жена вас не чувствует, если вы не чувствуете жену, а чувствуете, что вы только-только должны, ну, это не совсем корректно. Вот. И вам тяжело, да, и жене, в принципе, тоже. Вот. Отпустите свою жену только потому, что, так скажем мы, вас не получится. К сожалению. К сожалению. Или к счастью. Вот. Вы не сможете этого сделать. При самом желании не сможете этого сделать. Но постараться гармонизировать отношения и постараться увидеть в этом себя, я имею в виду, в том, что происходит сейчас вместе с вами, вполне может. Вот. Давайте разберем наш вопрос. Метры следствия, я тоже живем месяц 4 года, ребенку 2 года. Значит, какой отношение имеет возраст? Как именно вы сошлись? То есть, какие у вас отношения, на чем основаны? Вот. Вы пишите, все было нормально, все это, значит, сидели дома, а, значит, было все нормально, в основном дома сидели, взяли ипотеку, порогреты, я работаю, пытаюсь не хватает на получения. Достаточно один. То есть, вот в какой-то момент получается, да, что вы довольно-таки так сильно просили. Вот. Ну так вот получается, что вы довольно сильно просили, в плане финансов. Вот. И это, безусловно, может быть для вашей жены неприятно. Вот. Это может давать чувство несабельности, чувство угрозы, чувство незащищенности. Такое вполне может быть. Вот. Вот. И не менее важно то, как вы на это реагируете. Если вы реагируете на это из такой вот жертвенной позиции, да, из позиции, что, ну, допустим, что вы, например, выбиваете все силы, да, что вам безумно тяжело, что вам безумно трудно, вот, что вам плохо и так далее, если вот в таком ключе, то, конечно, это не добавляет в вашей жене ощущение этой самой стабильности. Потому что, мне кажется, что она одна и на вас положиться она не может. Ну вот. А из-за вот какого-то такого отсутствия искренних в ваших отношениях, ну, вполне возможно, что она и не чувствует вас тоже. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот то, на что бы я обратил бы ваше внимание, именно на ваше собственное, как бы, ну, отношение к этому, к тому, что происходит. Вот. Ваше участие в этих процессах, которые вот, происходит сейчас. Потому что, пока что, ну, получается вот так, что да, понятно, что, может быть, это не совсем, правда, может быть, это не совсем верно, но, вот, пока что вы выглядите здесь достаточно спасибо. Спасибо. Вот. Не менее важным моментом является и то, вот эти все траты, да, то есть ипотека, там, кредит и так далее. Я думаю, насколько, насколько, насколько это все, например, было согласовано с, ну, вот, вашей женой, опять же, так как бы. То есть, насколько она согласовано с этими всеми, ну, вещами была. Вот. И насколько она отдавала себе, ну, отсчет в том, вообще, вот, что по факту-то происходит, как бы. Вот. И это, соответственно, очень, на мой взгляд, важный, важный аспект. На мой взгляд, это очень важный момент. Вот. Если в этом вы оказались невнимательны, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру. Ааа, повторюсь. Аа, вот. Вот. Вот как-то так здесь происходит. Дальше. Стнибр. надоело быть, и всё мы поменялись рано, там среди них встречались, были друзья, но это вот, на мой взгляд, в какой-то степени рационализация, что-то как бы, ну, что-что она говорит, что-что говорит. На мой взгляд, это может быть неправда, может быть, в принципе, как правда, так и как неправда. Правда, но важно, что, как бы, это пока ещё не значит ничего, вот. Но это значит, что да, есть какие-то моменты, которыми ваша жена недовольна, это правда. Вот, и моменты, как вы на это реагируете? Вам совершенно не нужно, как мне кажется, зарабатывать миллионы, чтобы радовать, там, допустим, свою жену, вот. Ну и, вероятно, ну, может быть, относиться к себе с большим уважением, чем то, как вы относитесь, или относились к себе до этого, вот. Тоже, на мой взгляд, ну, в нашем случае, Стас сможет выйти из-под контроля. Вот. На мой взгляд, ваша жена обращает вам то, что вы сами про себя думаете. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. На мой взгляд, ваша жена обращает вам то, что вы сами, как бы, чувствуете. В отношении, например, там, допустим, того, что вы делаете в отношении, допустим, вашей успешности, вот. В отношении, допустим, вашей реализации, вот. В отношении, допустим, организации, вот, ну, я имею ввиду, вот, ну, организации, вот, ваших, ну, ну, вашей, скажем, деятельности, да, например, вот, и так далее. То есть, вот эти вещи очень важны, если вы каким-то образом, вот, допустим, сами, там, сомневаетесь в этом, или, допустим, сами не уверены в этом, то вот здесь, может, точнее, здесь быть определенная трогность. Конечно же. Это нормально. Вот. Но для вас это может быть стрессом, безусловно. Потому что, ну, особенно, если вы, там, не, ну, не всегда, или, там, слишком, да, уверены в себе, например. Вот. То есть, это такая достаточно шикатливая ситуация, вопрос, когда, ну, когда речь идет, ну, словно, по поводу, например. Дальше, значит, давайте дальше посмотрим, что вы пишете. Так, ээээ, значит, ээээ, с начала никогда не любил, но это похоже на описание, он сейчас приписывает в машине, типа, другом, когда, говорит, у него, вроде, принцип с именем не быть, но он с вами не флёртует. Думаю, с этим пациентом, если понесли, приписывает, говорит, у них флёрт, если бы он не был принципиал, мы шла бы к нему. Говорит, давай сделаем перерыв, эээ, поживем просто как друзья и всего прочего. Ну, эээ, как бы, она, эээ, так говорит, эээ, как будто бы, эээ, вы, эээ, вообще не, эээ, высказываете о своих желаниях и своих чувствах, то, что, то, что хотите вы. Я её люблю, не хочу её показать. Эээ, ну, на мой взгляд, эээ, на мой взгляд, эээ, люблю и не хочу потерять. Это, это, немножко, разные вещи, то есть, эээ, любовь и потеря, это, эээ, не одно и то же. Вот. Эээ, ну, вопреки, может быть, эээ, вашему мнению, вопреки, может быть, эээ, ну, вопреки, может быть, вашей, эээ, какой-то позиции, но это всё же не одно и то. Вот. Эээ, поэтому я бы, наверное, эээ, всё-таки, эээ, разобрался бы, эээ, вот, эээ, ваших чувствах, да, постарался бы увидеться, любовь ли у вас, эээ, вот, или, эээ, что-то другое. Вот. Потому что, то, что вы говорите, что одному любить тяжело, то, как вы относитесь к этой ситуации, то, как вы, ээээ, спрашиваете у нас, эээ, вот, обращаясь к нам чуть ли не чуть ли не за прямым, так скажем, советом. Вот. Ну, всё это несколько создает ощущение, что, может быть, вы, ээээ, не так вообще-то в себе уверен. Вот. И, коли это так, коли это так, вот, то на это вам не нужно обращать, эээ, вот, в первую очередь, ээээ, свое внимание. На это вам не нужно обращать внимание, на то, что вы не уверены в себя. Вот. И дальше уже, ээээ, смотреть, ээээ, вот, ну, именно, эээээ, на ситуацию. Дальше же смотреть, ээээ, смотреть, ээээ, исследовать именно, вот, как-то, ээээ, больше себя. Вот. Исследовать больше, ээээ, ну, свои реакции, вот, свои эмоции и свои чувства. Вот. Сейчас, пока что, на мой взгляд, вы, ну, может быть, сами, эээээ, себе в этом, ээээ, полноценно что-то не даёте. Вот. Хотя, это важно. Это очень важно. Вот. Понимаете, да, я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Ээээ, вот, примерно, примерно, примерно так. Примерно такой, я бы, я бы вам дал. Вот. Ах, ну, это, ээээ, больше, сейчас, только предположения. Вот. Я думаю, что... Ваша жена действительно чувствует себя денег, потому что вы себя, видимо, управляете только в работе, и как бы вы не сбегали в работу, на самом деле. Вот. Вот. Такое, по крайней мере, впечатление, я надеюсь, ошибочно, но он меня сложил. Вот. Ничего хорошего, если, ээээ, если вы, вот, сбегаете в работу, на самом деле, нет. Вот. Потому что, ну, ваша жена от этого не становится более, грубо говоря, ну, более, грубо говоря, защищенной, да. Вот. Поэтому, тут специфическая, я бы сказал, ситуация, достаточно специфическая ситуация. Вот. И хочется верить, ээээ, что, вот, ну, ээээ, то, ээээ, то, что вы говорите, например, вот, хочется верить, ээээ, ну, лично мне хочется верить, эээээ, что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Мне хочется верить, что все таки вы обратитесь за помощью, займетесь терапией, ну в первую очередь с собой, да, вот в первую очередь, ну над собой в первую очередь. Вот. И тогда это будет уже, ну более, более позитивно для вас, вы увидите какие-то перспективы роста, как для себя, так и, вероятно, ну может быть, для своей жены. Вот. И, соответственно, это вам, конечно, подарит шанс. А, ну, стать, как бы, с женой ближе, вероятно. Вот. Хотя и, хотя и понятно, что ничего такого может и не быть, то есть, ну вполне, вполне может быть, что ваша жена, на самом деле, там, грубо говоря, решила с вами отношения закончить, в таком случае же ничего не поделать. Но в этом случае, в случае, в случае, вот, если, если такое действительно произошло, вот, мне кажется, мне кажется, имеет смысл помочь вам, ну вот, тогда уже пережить развод, вот, в этом мы вам можем помочь, вот, если вы хотите, конечно, надо вам, вот. А вот, пожалуй, то, что я хотел вам ответить, ответить, и то, как я хотел вам ответить сейчас, вот, наверное, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своих ценностей, вот, которые у меня есть, и с точки зрения того, что сейчас можно для вас сделать, вот, ну, именно, как нам, как психологам. Никто, никто вам какого-то такого прямого совета не даст, вот, это было бы неправильно, потому что, ну, повторюсь, то ваша жизнь, вам решает, как её жить, вот, ответственность за вашу жизнь. на вас лежит, вот, но вам она почему-то тяжела, и наша задача, на мой взгляд, как-то в том, чтобы помочь вам увидеть, что не так это трудно, как кажется, по крайней мере, вот, молодым сын, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, и удачи.